Всем привет, друзья! Поздравляю с таким прекрасным днём. Завтра у нас Пасха, поэтому всех православных с праздником. Сегодня хотел бы я с вами поговорить, пока еду, про обучение. Очень часто в последнее время, да и не последнее время, сталкиваюсь с тем, что вечно в ленте всплывают курсы, 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 курсы. И лекторы уже все изменились. Это в основном более молодое такое поколение. Недавнешние студенты уже читают курсы, лекции. И так смотришь тему лекции, думаешь, ну вот сейчас бы вот что-то пойти. А нет, все такое, вот знаете, специфичное, да, то есть там, аля, там базовая какая-нибудь имплантация, синус, лифтинг. И ты как бы думаешь, ну может быть надо сходить, освежить знания, что-то сделать с этим. Оп, приходишь, посещаешь данное мероприятие. И единственное полезное, что ты вынес, это пообщавшись с коллегами на кофебрейке, узнав какую-то полезную информацию, уточнив какие-то мелкие нюансы. То есть я говорю это про что? Если у вас есть базы, есть какие-то практические навыки, знания, то уже те учебные мероприятия, которые сейчас там проходят, читают лекторы, они уже не будут приносить столько полезной информации. Хоть стоматология, говорят, это очень быстро развивающаяся дисциплина, но не настолько, чтобы, знаешь, там каждый месяц что-то появлялось нового в синус, лифтинге, в направленной костной регенерации, в ортопедии. В ортопедии, честно, вообще давно уже не было ни на каких курсах, потому что, в принципе, ничего такого прямо сверхъестественного я не видел. Даже, наверное, больше из каких-нибудь подкастов, дентал-подкаст, например, больше узнаю мелких нюансов, тонких фишек, которые мне были интересны и на которые надо было уделить внимание. Например, там вот недавно посмотрел дентал-подкаст в самолете, пока летел, с Виталием Ивашенком, стоматолог-31, кто не знает. И вот он рассказывал про ретракцию Диснея. Вот там действительно я взял много полезной информации. А, вот как ее сделать. По технике Кареан, еще Вишиана, либо еще он там рассказывал некоторые моменты. То есть, все, не стоило ходить, допустим, на целый курс по подготовке зубов, если у вас есть точечные вопросы. Нужно даже списаться с лектором и это у него уточнить и узнать. Если вы начинающий стоматолог, ну, конечно, набираться вот этой базы, базы можно. Просто я смотрю, некоторые настолько мощно посещают курсы, просто каждодневно, каждодневно, что мне кажется, что просто столько знаний-то не впихнуть. А что вы думаете на этот счет, пишите в комментариях.